World of Tanks на пороге больших перемен в системе оборудования. Главное изменение — появление совершенно новых типов оборудования в дополнение к уже знакомым. Среди новинок — турбонагнетатель. Он увеличивает мощность двигателя, а также максимальную скорость движения вперёд и назад. Улучшенный прицел повышает точность оругия. Улучшенные механизмы поворота ускоряют поворот корпуса и башни и снижают разброс при этих действиях. Также среди нового оборудования появилась улучшенная закалка. Она включает в себя все бонусы аналогов улучшенной ходовой, но вдобавок повышает прочность машины и ускоряет ремонт ходовой. И после ремонта полностью восстанавливает её прочность, что усложняет последующее сбитие гусеницы. Другое новое оборудование — изменённая компоновка. Она выбрала в себя все бонусы ящика с инструментами, мокрой боеукладки, заполнение баков СО2 и фильтра Циклон. Только теперь они ещё больше. К тому же, раз за бой, она гарантированно спасает от взрыва боеукладки, возгорания баков и выведения из строя двигателя. Дополнительные грунтозацепы перестали быть эксклюзивом нескольких танков. И теперь у них новый бонус. Они увеличивают скорость поворота машины и лучше сохраняют набранную скорость. Малошумная система выхлопа увеличивает незаметность как неподвижной машины, так и находящейся в движении. Улучшенное радиооборудование уменьшает время видимости вашего танка и увеличивает этот параметр у вражеского. А командирский обзорный прибор уменьшает незаметность противника в движении и за растительностью. В комбинации с привычным новое оборудование значительно повысит вариативность и позволит настроить танк под свой стиль игры. Почти всё оборудование разделено на три класса по цене и доступности для танков разных уровней. Выше класс — выше стоимость в кредитах. Оборудование третьего класса доступно для машин со второго по четвёртый уровень, а также некоторых танков уровнем выше. Оборудование второго класса подходит технике с пятого по седьмой уровень и ряду машин выше уровнем. Оборудование первого класса можно установить только на технику с восьмого по десятый уровень. Исключение из этого правила — маскировочная сеть и противоосколочный подбой. Стоимость маск-сети составляет 50 тысяч кредитов для техники со второго по четвёртый уровень и 100 тысяч кредитов для машин с пятого по десятый. Противоосколочный подбой не делится на классы. У него четыре разновидности, каждая из которых подходит к определённой технике. В новой системе оборудование разделено на четыре категории — огневая мощь, живучесть, мобильность и разведка. Последняя совмещает в себе как незаметность собственной машины, так и характеристики, которые влияют на обнаружение техники противника. Каждая категория отражает ту характеристику танка, которую улучшает оборудование. Поэтому улучшенная вентиляция относится ко всем четырём категориям, а улучшенные механизмы поворота — к двум. Остальное оборудование имеет только одну принадлежность.